Здравствуйте! Вы смотрите седьмой канал в студии Александра Стрельцова. Сейчас о последних событиях в стране и мире к этому часу. Президент Украины Петр Порошенко провел совещание по вопросам военно-стратегического планирования в главном ситуационном центре при СНБО. Его посвятили анализу текущей ситуации на наиболее горячих участках линии соприкосновения в зоне АТО. В частности, в районе Донецкого аэропорта глава государства отметил, что сейчас у нас появились новые возможности работать в режиме реального времени, анализировать и отрабатывать ситуацию в самых горячих точках столкновения с наибольшей интенсивностью огня. Тем временем, боевики возобновили атаки на новый терминал Донецкого аэропорта. Об этом сообщил советник президента Юрий Бирюков. По его словам, ситуация в районе аэропорта самая сложная с конца сентября. Но Генштаб получил жесткие инструкции на удержание объекта. Ситуация в зоне АТО остается напряженной. За минулую добу внаслідок боевых действий загинуло 6 військовослужбовців. Ще 18 отримали поранення. Упродовж останніх днів спостерігається накопичення бронетанкової техники, боевиків неподалік линии розмежування. Зокрема, в місті Горлівка виявлено колонну танків, що розтягнулося приблизно на 3 кілометри, яка рухається в напрямку позиції українських підрозділів. Боевики продовжують тероризувати місцеве населення. За оперативну інформацію, вчора ввечері артилерія боевиків, яка розташовувалася неподалік Горлівки та окремих районів Макіївки Донецької області, змінила напрямок артилерійського вогню. Раніше терористи обстрілювали населенний пункт Піски, а ввечері вони відкрили вогонь в бік житлових масивів міст Донецьк та Єнакіїва, що перебувають на тимчасово підконтрольній бойовикам території. В цих вогневих ударах члени незаконних збройних формувань вже традиційно звинувачують сили антитерористичної операції. Президент України намерен вернуть в страну все деньги, украденные прошлой властью. Об этом Петр Порошенко сказал на совещании с лидерами парламентських фракций. По його словам, Україна вже вернула 3 млрд 700 млн грн, які були украдені при аннексії Крыма. Президент також заявив, украинська власть продолжит роботу по возврату похищенных средств. Вероятнее всего речі йдет о деньгах із хранилищ Национального банка в Крыму. ГОС призвала українців не пользоваться услугами сомнительних посредников, которые предлагают оформить биометрические паспорта по завышенным тарифам. Ведомстві поясняють, ні одна організація в Україні, кроме ГОС, не наделена полномочиями по оформлению паспорта гражданина для выезда за границу. С введенням биометрических паспортов активизувались мошенники і фирмы-посредники, які предлагають ускорити оформлення документа і вообще оформити цей документ. Расценки на услуги таких посредників колеблются от 1000 грн і більше. Заканчивається це в лучшем случае обычним оформлением документа в миграційній службі, в установленій законодательством срок, в худшем – потере денег і неполучення документа. Распространення епідемії еболи в Западной Африке замедляється. Об этом сообщил специальний координатор ООН по лихорадки доктор Дэвид Набара. Но, по його словам, борьба с вірусом не заканчивається. Люди осознали опасність інфекції і позволяють специалистам правильно хоронити умерших. Координатор ООН не решился прогнозировать, когда медики окончательно победят вирус. Между тем, правительство Либерии заявило, в стране епідемія може закончиться к концу месяца. За две первые недели этого года в государстве были официально зарегистрированы только 10 новых случаев заболевания еболой. По данным Всемирной организации здравоохранения, смертельно опасной лихорадкой в Западной Африке заразилось примерно 21 200 человек. Более 8 400 болевших умерли. 3,5 тысячи из них были гражданами Либерии. В Венесуэле ввели ограничения на посещение магазинов. Власть приняла такое решение из-за длинных очередей. Теперь граждане страны могут делать покупки только два раза в неделю. Подробнее о нововведении далее. С этих пор в Венесуэле у каждого покупателя будут проверять удостоверение личности. По его номеру определяется день, когда он может прийти в магазин. Например, если номер заканчивается на цифры 0 или 1, то человека пропустят за покупками в понедельник. Если в конце номера стоит 2 или 3, то он сможет прийти во вторник и так далее. Очевидно, что теперь я не могу ходить по магазинам, когда не моя очередь. Но ведь у меня есть обязательства, и я не могу не выполнить их из-за похода в магазин за едой. Венесуэльский политик и лидер оппозиции Энрике Капрелес подверг критике, введённое правительством правила. Давайте возьмём, например, понедельник. А что произойдёт, если человек в понедельник заболеет или потеряет своё удостоверение? Это означает, что он или она не будет в состоянии купить в тот день. И что венесуэльцы должны мириться с этим? Госмагазины наиболее популярны в Венесуэле, поскольку продают товары по низким фиксированным ценам. Некоторые покупатели пользуются этим, чтобы заработать на этих товарах деньги. Поэтому часть венесуэльцев поддерживают нововведение власти. Я думаю, что это хорошая идея, потому что десятки людей приходят покупать для того, чтобы потом перепродать. Местные СМИ сообщают, в одни руки теперь будут отпускать ограниченное количество продуктов. Однако сейчас полки государственных супермаркетов практически опустили, и людям не хватает товаров первой необходимости. Причина – ослабевшие за падение цены на нефть экономика страны. Свою роль сыграли и новогодние праздники. Отметим, глава государства Николас Мадуро посещает зарубежные страны, в частности Китай и Россию, в надежде найти у них финансовую поддержку. На этом пока все. До встречи в эфире в 17 часов. Всего доброго.